дорогие мои друзья сейчас монтировала видео которое сегодня я вам записала по поводу того какие каналы мы смотрим какие у нас подписки а также я вам обещала рассказать коротко ну несколько слов о тех каналах почему мы на них подписаны что у нас побудило что она заинтересовала и почему в принципе смотрим и в процессе монтажа я поняла что это получается огромное видео я даже не ожидалось что у нас только подписок на самом деле уже каналов наверное 30 мы выкинули в первой части вы уже видели я оговаривалась о том что канал не интересный нас не зацепила отписываемся не будем смотреть так и есть и мы не стали откладывать этот долгий ящик и сразу отписались соответственно наш список уменьшился и поскольку видео стало таким большим и длинным я понимаю что вам наверное будет утомительно его смотреть я решила поделить на две части первая часть выйдет утром уже вышло вот ссылочка на нее сейчас правом углу экрана появится заходите и вторая часть я ее выпустила отдельно пусть это выйдет отдельной темой пусть вам легче будет смотреть не так будет нагружать мозг наверное своим видео рядом и моими разговорами я хочу вам пожелать приятного просмотра поймите правильно я высказываю лишь свое мнение ваше дело прислушиваться к нему или нет возможно набежит армия и повозмущаются ради бога выражать свое мнение но помните о том что вы находитесь все-таки в гостях но поскольку вы в гостях давайте не будем забывать о рамках приличия на этом я буду заканчивать желаю вам приятного просмотра обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями если вам было интересно поставьте лайк и жду ваш комментарий приятных просмотров в общем канал мама отличника я намеренно обходила всю эту тему долгое время стороной не обращала никакого внимания но мои подписчики мне пишут мои подписчики задают вопросы моим подписчикам интересно интересно мое мнение по поводу всей вот этой ситуации всего этого шума которую натворили на просторах ютюба мама отличника ванильная семья не наши я не берусь разбирать осуждать всю эту ситуацию я не берусь кто такая чтобы судить вообще кого-то да это первое второе я не буду тормошить наверное ванильную семью конкретно меня спрашивали про маму отличника я очень удивлена поведению этой женщины я не могу сказать что мы являемся там поклонниками и смотрим все 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 видео и как и абсолютно мы стопроцентно в их теме и в их ситуации я начала вот так вот их смотреть более-менее когда они с ниной уехали в израиль вот с того периода по поводу вот этого всего сыр-бора но как елена павловна называет себя блогером да хотя нет блогер я не скажу что елена павловна блогер она не блогер она хайповщица и сценарист вот блогер несколько иное несет собой определение и вот например последние два видео которые она снимала там миллион подписчиков тик токе и ответка униженным хейтерам да я не знаю для меня такие видео это позор сверкать своими телесами на такую аудиторию петь вот эти вот песенки в общем это все выглядит глупо я и вас не осуждаю я не критикую я говорю о том как воспринимаю это я этот скандал это полоскание нижнего белья на весь интернет это унизительное унизительное отношение к подписчикам я считаю мало того что это унизительное отношение к членам вашей семьи мало того что вы вы унижаете своих детей публично мало того что вы не пытаетесь помирить своих дочек между собой сестер ведь не все мы вечно на этой земле и когда будет та ситуация когда они останутся вдвоем они самые родные две крови ножки понимаете вам нужно было не разжигать этот огонь вам нужно было помирить сестер из-за какой-то железки поругались но это просто смешно ну в общем я считаю что это четко спланированная акция для заработка все мы понимаем что сейчас юлия с лешей нужно было купить два дома чтобы купить два дома чтобы купить два дома далеко ходить не надо просмотры упали у них на каналах рейтинги тоже немного упали и для того чтобы поднять волну поднять доход поднять просмотры подписчиков нужна была хайповая тема точно и правдивая информация мы не узнаем никогда они эту тему придумали хотя в принципе им не пришлось даже далеко ходить и думать во всей этой ситуации мне жалко конечно нину но я не могу судить на все сто процентов но я понимаю что они уже нину достали и как-то позиция и объяснение нины мне ближе я понимаю о чем она говорит и я ее уважаю за то что она ответила и больше в эту грязь не лезла они уже полоскали все как могли унижали погаными словами настолько это было некрасиво и говорят что Нина паршивая а насколько мать тогда мать что публично на миллионные аудитории на весь мир отрекается от своего ребенка это такой грех это такой груз на свою душу она взвалила бог такие вещи не прощает и вот эта вся сценарно-постановочная композиционно наигранная циркаческая деятельность она отвратительна по моему мнению я о Элене Павловне была немного лучшего мнения и взрослая женщина не должна себя вот так вот вести взрослая женщина должна быть в первую очередь леди взрослая женщина должна нести с собой пример тепло и уют здесь же мы наблюдаем что взрослая женщина хвастается своими доходами унижает своих подписчиков постоянно превозносит себя выше своих подписчиков свою аудиторию нужно любить а не считать свою аудиторию быдлом хотя знаете как говорят есть такая поговорка какой хозяин такая собака делайте выводы сами я не хочу ни на кого наговаривать я заранее извиняюсь если кому то что то не понравится я извиняюсь перед подписчиками Елену Павловну Ванильной семьи и всех остальных но как вы любите писать комментаторы ходить по каналам и оставлять комментарии это мое личное мнение если тебе не нравится не еди на youtube будь готова ты всю свою жизнь показываешь на весь мир так вот я сейчас высказала свое мнение об этом мнении вы меня спрашивали и вы спрашивали на прямом эфире последнем и я вам обещала и тогда возник вопрос о том что может быть все таки снять видео и видео мне рассказать об этой ситуации я вам уже говорила что мне хорошо знакома вот это любовь мамы и двоих сестер у меня тоже есть сестра так уж вышло что что я осталась немного в стороне но в отличие от Елены Павловны я не буду выносить ссор из избы полоскать наше белье на миллионную аудиторию потому что моя численность подписчиков она слишком мала но интернет помнит все понимаете так что неизвестно что будет через год через пять лет через десять допускать такие вот вещи личные интимные и по сути раздут скандал был искусственно для того чтобы максимально завести подписчиков для того чтобы максимально эти видео разлетелись для того чтобы они максимально выскочили в рейтинге и семья клан клан Елены Павловны смог максимально заработать Елена Павловна вы как воспитывали своих детей так вы от них и получаете и говорить что я отрекаюсь от своей дочери она сказала что она сирота вы взрослый человек Нина о своих словах еще возможно пожалеет но вы как мать как взрослый человек как мать двоих детей я не знаю как у вас язык повернулся отречься от собственного ребенка тяжелый вы грех взяли себе на душу еще раз повторяюсь я не берусь кого-то учить я высказала свое мнение хейтеров попрошу успокоиться и дальше облизывать Елену Павловну смотреть примерки слушать эти песенки и продолжать расплевать свой мозг нужно понимать что мы ходим все под богом и за эти слова вам рано или поздно придется держать ответ что вы сможете там ответить я не знаю куда вы попадете тоже не знаю но называть себя блогером устраивает такие циркачества это неправильно это не блогерство это клоунада и все и все и все и